Палата представителей США после многих недель уверенным большинством проголосовала за законопроект, выделяющий около 61 миллиарда долларов на поддержку Украины. Законопроект о поддержке Украины включает более 23 миллиардов долларов на восполнение американских оборонных запасов, сократившихся после военных поставок Киеву, и 11 миллиардов долларов на текущую деятельность американских войск в регионе, такую как обучение солдат ВСУ за пределами Украины и военное присутствие в странах восточного фланга НАТО. За подготовленной командой спикера Палаты представителей Майка Джонсона законопроект высказались как демократы, так и республиканцы. 311 проголосовали за, 112 – против. «Преимуществом этого пакета являются дополнительные усилия по поддержке Украины и привлечению России к ответственности. Мы дали возможность нашим членам высказаться, чтобы их услышали, и в результате имеем лучший пакет. Значительная часть средств пойдет на то, чтобы пополнить запасы оружия США. Мы занимались другими важными политическими процессами, которые нужно было сделать перед голосованием за законопроект. Безусловно, это длилось очень долгое время, и я думаю, что мы в рамках наших обязательств выполнили свою работу». Бюджетный запрос еще должен заново утвердить Сенат, где помощь Украине поддерживает уверенное большинство законодателей. По данным СМИ, сенаторы закончат первое голосование по поддержке Киеву во вторник, и в течение будущей недели законопроект пройдет через Сенат. Затем его должен подписать президент США Джо Байден, который обещал сделать это немедленно, как только документ поступит к нему. По данным политикой Вашингтон-Пост, Пентагон заранее подготовил большую партию возобновленной военной помощи Украине, так что после окончательного утверждения бюджета на доставку боеприпасов украинской армии уйдет меньше недели. «Одобренная инициатива о помощи Украине спасет тысячи жизней», заявил президент Владимир Зеленский, поблагодарив конгрессменов за решение, которое направляет историю в нужное русло. «Сегодня в Украине удалось получить то решение, которого страна ожидала. Речь идет об очень весомом пакете поддержки, за который так сильно боролось государство. Принятые палаты представители США пакет помощи Украине, конечно же, почувствуют на себе как наши военные на передовой, так и украинские мирные жители. Я хотел бы лично поблагодарить спикера Майка Джонсона и всех американцев. Я надеюсь, что этот пакет будет рассмотрен в Сенате США и направлен президенту Байдену достаточно быстро. Мы ценим каждое проявление помощи нашей стране и украинскому народу. И Америка продемонстрировала свое лидерство и поддержку с первых дней войны». Также палата представителей приняла биль, который предусматривает использование замороженных в США российских активов на сумму более 5 миллиардов долларов для оказания помощи Киеву и предоставления части этой суммы в виде займов. В Москве считают, что помощь США Киеву не изменит исход конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осудил данное решение Конгресса. По его словам, это еще больше обогатит Вашингтон, разорит Киев и приведет к увеличению числа погибших украинцев. США придется ответить за конфискацию замороженных активов России и меры Кремля не будут иметь временных ограничений, заявил Дмитрий Песков. Он отметил, что это действие нанесет удар по имиджу США и отпугнет инвесторов в эту страну, так как будет нарушена непоколебимость частной и государственной собственности. Эльвин Абдулаев, CBC Субтитры создавал DimaTorzok